19 февраля, 2004 год. Азербайджанский офицер, ударивший 16 раз топором по голове и шеи спящего армянского офицера, практически отделив его голову от туловища, был приговорен венгерским судом к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет. 31 августа 2012 года. Убийца был экстрадирован в Азербайджан и в тот же день помилован указом президента Ильхама Алиева. Убийцу повысили в звании, выплатили ему офицерское жалование за 8 лет и подарили квартиру. 14 сентября 2012 года. Марк Дэвид Чепман, убийца Джона Леннона, написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой о предоставлении ему гражданства. А вы знали об этом? Здравствуйте, уважаемый господин президент! В народе говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Это про вас. Сын такого уважаемого человека просто не мог быть другим. Давно слежу за вами. Знаю, что вы удивительно гуманный, толерантный, честный и глубоко порядочный человек. Недавние события еще раз доказали всему человечеству, что сегодня есть по крайней мере одна страна в мире, где человек может быть свободен. И это страна, которой руководите вы. В вашей стране свободны все. И президент, и парламент, и армия, и бизнес, и рабочие. И даже такие, как я. Я не прошу вас выплатить мне зарплату с 8 декабря 1980 года. Я прошу вас дать мне гражданство. Я уже изучаю ваш язык, историю, могу насвистеть гимн. Я буду гордиться своим паспортом и страной, в которой я, наконец, смогу обрести свободу. С глубочайшим уважением, Марк Дэвид Чепмен. Убийца. По скрипту. Господин Алиев, как честный человек, хочу вам сразу признаться. Я в Джона Леннона стрелял. Просто так было удобнее. Но топором я тоже владею. Что невероятнее? Такое письмо Чепмана президенту Алиеву? Или экстрадиции помилования Сафарова? Радиостанция «Радио Ван» считает, что второе невероятнее. А вы?